Здарова, народ! Приветствую вас на канале Парадею и Чилл. Да, это я. Поставьте лайк под это видео, напишите комментарий, подпишитесь на канал. Всё будет круто, зашибенно. Приятного вам аппетита и просмотра. Здарова! Красный цвет, значит, можно идти. Ладно, зелёный. Ну как, белый? Всем привет, всем здарова. Это моя первая реакция на Нью-Йорк, потому что я здесь походил вчера буквально 5-10 минут. Остальное всё время... Короче, я вчера прилетел в 8 вечера сюда и заселился где-то только в 11, потому что, ну, во-первых, я ехал минут 40 с аэропорта. Вот, собственно, Нью-Йорк. И первые впечатления у меня о Нью-Йорке, не скажу, что хорошие. Прям вот те города, где я был до этого... Сиэтл, Ролли... Сиэтл, Ролли, Гринвилл. Мне, типа, прям очень сильно понравились. И они такие спокойные, чистые, аккуратные. Ну, Сиэтл, не скажу, что прям спокойные-спокойные, но всё равно по сравнению с Нью-Йорком вечерним это что-то с чем-то. Я ещё живу... Я ещё живу прям возле Тайм-Сквер. Типа, если честно, мы на право, по идее, если я сейчас правильно иду, возможно, я не в ту сторону. Вот. И тут прям суета была ночью просто. А у меня началась дрочь. Я, короче, забронировал все жильё на Airbnb. И, ну как, оплатил уже всё. И я впервые взял не дом, а отель. Типа, я обычно снимаю хаты полностью, либо квартиры, либо дома. Вот. В Ролли я снимал себе домик, который я выкладывал в Телегу обзор. В Гринвилле я два дня жил в доме. Тоже маленький домик, типа. Они стоят так же, как отели по цене, но у тебя целый дом. Короче, есть вайп. Стоп, стоп, досмотри до конца. Лолский маркет – это торговая площадка, где бот проверяет каждый аккаунт на работоспособность, а также собирает актуальную о нём информацию. Сделка пройдёт гарантированно честно. А если возникнут какие-то проблемы, то на каждый аккаунт имеется как минимум 12 часов гарантии. Ссылка в описании. Такой американский движ, ты в домике. Короче, прикольно. Сидел на парашу, вот такой таракан был. Я его давай ловить, короче, и в итоге полетел он туда же, куда и моя параша. В преисподнюю просто смыл его. Сначала съел, потом он полетел вместе с парашей. Так вот, короче, я прилетел. Прикольное здание. Я прилетел и... А, кстати, у вас вот отсюда звук из петлички? Тогда могу вот так вам всё показывать и рассказывать. Прилетел, доехал до отеля, начал заселяться, а там, короче, тётя, ну просто вот, пробка ёптать. Сидит, базарит по телефону, ей вообще как будто насрать то, что я хочу заселиться. Просто вот абсолютно похуй ей. Вот, ну, другими словами не описать, насколько ей было похер на меня. И она начинает, короче, мне чё-то говорить, что... What's your first name? Я говорю, породи. First name? Да я уже паспорт показываю. What's your first name? Я говорю, я ёптой. P-A-R-I-A-D-E-E-V. Она, no! Короче, чё-то тубит в компьютере, тыкает. What's your first name? Я говорю, блядь. У меня начинает уже жопа гореть, короче, с этого. Я ей говорю, P-A-R-A. Hey, Modern Warfare 3. Это не Time Square, ребят. Time Square дальше. Ну, ну, last name, last name. Сорян, перепутал. Она вообще говорила не first name, не last name. Она говорила, full name. Я и Александр, я и, 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 и Парадив, я и то, и всё. И пятое, и десятое. Она, она всё на своём стоит. What's your first name? What's your first name? Я говорю, ёптой. Ладно, с этим разобрались. То есть у меня просто на Airbnb было по-русски написано Парадеев Александр. И, соответственно, она не может на клавиатуре это написать, потому что, потому что у неё нет русской раскладки, правильно? Правильно. Мы с этим разобрались. Она как-то там что-то сделала. Пока я ей вот уже тыкнул. Вот, просто скопируй. А, я ей говорил, вот время моего бронирования, вот код моего бронирования, что-то сделай с этим. Она в итоге находит меня по времени бронирования и вот так показывает мне, что у меня там по-русски имя написано. О, 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 I can't, I can't write this. Я понимаю, что ты не можешь, но ты же можешь по другим данным как-то сообразить, найти меня. Короче, дело доходит до того, что она уже достает карточку, вот эту, которая, знаете, вас пускает в номер и кладёт себе на стол. Я думаю, ну всё, типа спустя 20 минут, вот, коп, копы. Спустя 20 минут мы, типа, справились и мы решили проблему. Не тут-то было, ребят. Она говорит, нужно внести страховой депозит 150 долларов. И я такой, окей, no problem. I have cash. Она такая, no cash. Мы, типа, не можем принимать cash. Я такая, окей, карта. И что она мне говорит? И включает аппарат, я прислоняю свою карту. Она говорит, о, we need a physical card, ёпты. Она мне говорит, я говорю, physical? I don't have, ёпты. И чё она мне говорит? We don't do this without physical card. Я говорю, are you crazy? Она говорит, no. Я говорю, let's try second card. Вторую карту прикладываю. Нету. А я свою физическую карту, как вы помните, благополучно проебал. Я и Apple Pay две карты, а это из одной стороны, из другой стороны не работает. Я говорю, holy shit, what are you doing right now? Она мне говорит, you can go to 7-11 and buy a refund card. Короче, тут есть такая штука, как карты, которые ты можешь купить и положить на неё до 500 баксов. То есть ты просто покупаешь одноразовую карту, получается, банковскую. Я давай, я попиздил по этому, вот этого ночного Нью-Йорка. Чё-то все бомжи ходят, колятся там, какие-то челы рычат. Ну, в общем, грязь, ещё днём нету, короче, этого. А ночью здесь вот это всё, вот эта вся дорога была вот так пакетовыми мусорными заставлено, вот такими. Я думаю, ёпарасы, короче, иду, суета. Людей просто миллиард, миллиард и семьсот тысяч примерно было. Вот только на одной улице, где я живу, как будто. Я иду до 7-11, прихожу, нету карт. Я спрашиваю у кассиры-мексиканцев. You have a refund card? What? A good card. Bank card, Visa, Mastercard. Hello? Я такой, окей. No problem, sir. Where I can buy this? I don't know. Я такой, окей, бро, no problem. Иду, значит, во второй 7-11. Ситуация абсолютно та же самая, никто не знает. Oh, no, I don't know. We don't have a... Но нашёлся один чел, который мне сказал, это CBS. Вот так, CBS. Я сначала подумал, это сокращённо Себись, но потом понял, что это название магазина. Пошёл я, хотя он сказал CBS, я ввожу CBS, не существует такого. Это какое-то там просто здание. А мне нужен был CVS. Это магазин тоже. И продуктовый, и там косметика, и всё на свете. Иду я в CBS, короче. О, вот тут вкусная пицца, я пойду сейчас возьму. Кроме пиццы здесь них... Не, ладно, лучше нормально поем. Я здесь нормально не питаюсь. Короче, иду в CBS. Покупаю там карту. Ну, как покупаю? Я беру её, нахожу. Там виза до 500 баксов, ты можешь на неё положить. Всё, всё окей, нашёл. Приношу на кассу. Он говорит, I need your ID. Окей, я говорю, окей, бро, no problem. Даю ему свой паспорт. Oh, sorry. Даю ему свой паспорт. И что происходит? О, excuse me. We can do this, because you need a Canadian or United States ID. Я такой, holy shit, holy shit. Really? Он такой, really. Я говорю, ёпта. What are you doing today? Нет, как же я сказал. What I need to do right now? Я ему говорю, да? Типа, что мне сейчас делать? Он мне говорит, нет, чувак, ничего. Нужно идти по ID. Я такой, окей, сейчас сделаю американский ID, безусловно. Я говорю, окей, IC типа там... Карту Paypal. Maybe we're gonna try Paypal card. Он такой, I think that's impossible. Я говорю, окей, let's try. Приношу ему Paypal. Он мне что говорит? You need Canadian or United States America ID. Я говорю, holy fuck. Holy fuck, я говорю. И, собственно, иду. Это все, если что, занимает около... Ну, я не знаю, по ощущениям, минут 40 вот я бродил. По улице, с чемоданом, с рюкзаком. Ну, короче, вот, фулл обвес. Весь инвентарь, короче, вот у меня забит. Хожу еще голодный, холодный. Прихожу в отель обратно к этой тете, которая мне сказала, что I'm excuse me, там, мы не можем это сделать. Ставьте класс и подпишись на канал. Про девич чил. Тени жарко, чувак, холодно здесь. У нас сейчас тут где-то градусов, градусов 5. Ну, ладно, не 5, 10, наверное. Ну, вот, тетя в дубленке, ебти. Не у нас, ну, у нас я всегда так говорю, потому что, типа, я сейчас же в Америке сейчас. И, типа, у меня тут, я же тут. Соответственно, у меня тут, правильно? Куда на красный идете? Вообще, ни стыда, ни совести. О, хеллоу! Так вот, прихожу к этой тете в отель, говорю, I cannot make, бля, кредит карту, because I don't have Canadian and American states ID. Она вот так... Говорит, что-то ты можешь пойти вот это сделать, и говорит, ехай, give me refund. Она такая, окей, окей. Five business days refund come on your card. Ну, что-то, типа, там, вот так, да? Я говорю, ёповар. Она говорит, типа, я говорю, можете сделать мне возврат? Она говорит, через 5 дней, типа, будет возврат рабочих. Я говорю, окей. Я, короче, еще заявку на Airbnb подал, чтобы мне 600 баксов за 2 дня! 600 баксов за 2 дня! Отель самый в Сараты, самый дешевый, который был. Ну, не прям то, что я говно вот так, вот так, типа, ты спишь на этой, на табуретке. Нормальный, типа, приличный отель, в котором можно существовать. О, какие милые собаки! Так вот, она такая, окей. Время 10-й час ночи где-то. Я иду, вот прям, вот отель, из которого я вышел, вот тут стоит Хаят. Я, окей, 4 звезды отель. Смотрю на букинге, он, типа, стоит так же, 650 долларов. В общей сложности за 2 ночи. Я, окей, иду, захожу вовнутрь, говорю, You have free, 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 койки. Бесплатные, бесплатные, ну, не, свободные койки. Саран на красный проскочил. Она мне говорит, о, excuse me, today, сегодня, то бишь, Today we don't have a, because booking close. Я говорю, в смысле close? Я только что в интернете видел, у вас есть. Она мне говорит, excuse me, we can do this. Типа, мы не можем это сделать. А я говорю, окей, иду, сажусь на пуфик. Я сегодня прилетел, кстати, в аэропорту, где один дома оставили, аэропорт Кеннеди. Короче, захожу, сажусь на пуфик, захожу на букинг, нахожу прям отель, который вот, на туре. Вот мой отель, который я первый раз вышел. Через дорогу второй отель, а через здание, вот прям за зданием, в котором я был, только с другой стороны, получается. Тут все квадратиками, вот так, чик-чик-чик. И там, короче, есть отель. Я его бронирую, плачу 650 или 670 баксов. Все оплачиваю, там все онлайн, все на букинге забронил. Прихожу, там молодой человек меня начинает резервировать, так скажем. Ну, как это называется? Ну, короче, заниматься моим бронированием, да? Он все это делает, делает, делает. И в какой-то момент он мне говорит, «You have physical card? Вы бы видели мое лицо?» Когда он это сказал, 11-й час ночи. Он мне говорит, «You have physical card?» Типа, у тебя есть physical card физическая? Я вот так слил. «No». И он такой. Вот так. И я такой. И он что-то с чуть-чуть потерянным лицом, таким, как будто сомневающимся. Высокие здания все. Я-то вот иду, я даже не вижу их. А периодически, если голову поднимать, то капец высокий. И он, мы, короче, вот так с ним переглядываемся. И он мне говорит, «Черик-черик, что-то делает, делает с недовольным». Ну, как недовольным, а потерянным лицом. Делает, делает, делает. И в итоге дает мне карту заселения. Ну, вот карточку от отеля. Я просто... На седьмом небе отчасти, то, что спустя 2-3 часа моих брождений, моих побуждений я, типа, заселился. «Уэк, уэк, 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 уэк». Моих разбуждений. «Уэк, уэк, уэк, уэк». Шишки продают просто. Ну, вот как? Что за сторона? Просто не стесняясь, продают шишки прямо на улице. Никакой совести. Вот никакой совести шишки продают. Наркоманы одни. Хочу кушать. Я, честно говоря, тоже. Я заказал вчера еду, а у меня в Убери русский номер указанный. И, походу, у меня мой курьер что-то мне звонил, звонил, звонил и не дозвонился. А я в номере сидел и указал, чтобы он поднялся в номер. Ну, походу, его не пустили в номер. И я этот. Остался без еды на ночь. Ну, я схавал кусочек пиццы. За 6 баксов! Тут есть пиццерия One Dollar Slice. И я такой, типа, что-то на хайпе гулял, гулял, гулял. Видел эти One Dollar. К нам же красные, ребят. Все идут. А машины пропускают. One Dollar Slice пицца. И я такой, о, вижу пиццерию, захожу. Говорю, One Slice Pepperoni пицца. Ну, один кусочек. Окей. Делает. И я вижу, 4.95 ценник. Вот так. Ну, я уже не стал делать. Вижу, что у меня денег нет. Я оплатил, конечно. Но это была самая вкусная пицца. Ну, самая вкусная пипперони пицца, которую я ел. Она была такая жирная, такая... Фу. Но вкусно. Очень вкусно. Прямо аж сырю не потекли сейчас. Просто какая-то мексиканская забегаловка на пицце. Ты вот кусаешь, и у тебя сыр вот так оттягивается. Ладно, Нью-Йорк днем. Лучше, чем Нью-Йорк ночью. Я, короче, решил долго не задерживаться в городах, а посетить максимально, сколько успею. Не знаю, мне кто-то... Я просто с кем-то переписывался. Вот, то ли вчера, то ли с утра. И кто-то мне написал этот город. И я такой, на последний билеток. Чуть 12 тысяч стоил билет. Я в Хэпс купил. 120 баксов всего. Как будто в Старс Кофе надо зайти, а то холодновато. По-моему, в штат Флорида я еду. Ладно, Майами, это какой штат? Вот я туда еду. Майами может отличаться от Л.А. Поэтому я хочу посмотреть вот теплый город, который такой, знаете, дорогой. Премиум. Вот Централ Парк, где потерялся этот мальчуган. Но для начала дайте мне Старбакс Ханни Цитрус Минти взять. Я думаю, что я один день пробуду в Майами и на следующее утро полечу уже в другой город. Я типа летаю. Ой, слюни просто обхаркал себе весь телефон. Я вам объясняю. Здесь интернет просто сам по себе говно. Он медленный очень везде. Именно мобильный интернет и интернет общественный просто говнище. я не знаю. По сравнению с нашим с нашим мобильным интернетом, который у нас есть. Все провайдеры. Тут просто интернет. О, вот так типа все равно было на улицах. Просто высасывать. Эй! Варашки-пиджины. Да в тысячу раз просто. Ты можешь с... Слышно? Смотрите, что здесь от скейтеров сделали. Чисто бензопилу повесили на грани, чтобы они не катались. Просто скейтеры сосались из Нью-Йорки. Придется пожертвовать своим скейтом, чтобы проехаться. Колючки. Ой, блядь. Новый iPhone 15 Pro мой серый. Да где Stars Coffee, ептать. Я сейчас уже забью и, скорее всего, пойду просто в парк. Лукит без остановки прямо. Я хай бы с ним. Сейчас дорогу там перейду и в парк. Еще, кстати, ситуация. Когда тетя меня бронировала, вот это, я сказал, я сказал, that's stupid shit. Просто стою в телефоне, у меня уже начинает бесит. Я говорю, stupid shit. А как, what are you saying? Она думала, что я ее как-то обозвал. Капец, у чулок. Место кафешки просто. Вот, центровый парк. Вот кафешка. Да, это жестко. Но Stars Coffee я так и не нашел. Вот он, ептать. О, там очередь. Но I need a citrus mint tea because so cold chips. Тимоти открыл кофейню напротив Central Bank. Респект. Чувствуешь себя странно в другой стране? Не, вообще. Ну, в Нью-Йорке чуть потерян был в начале, потому что суетная ночь, вечер был с этим заселением. Вот. А так в целом в Сиэтле, в Гринвилле и в Ролле, в которых я был, вообще, типа, прям очень приятная и хорошая атмосфера. Очень нравилось там гулять, вообще существовать. Но менталитет же сильно отличается. Я не знаю, можно ли это назвать сильным отличием? То, что просто люди все, когда встречаешься взглядами, типа, с тобой здороваются, приветствуют тебя, улыбаются. Ну, тоже не все. Большая часть, типа, процентов 90 людей. Здесь, конечно, не так, потому что тут иностранцев много. В тех городах, где был, поменьше, там, да, там, типа, все прям такие привет, как дела, там, улыбаются на позитивчики, на угарчики. Не знаю, вот, хоть и у всех, хоть и у всех тут есть оружие, не знаю, в Нью-Йорке, навряд ли, туристов же много. Вот. В Сиэтле, в тех маленьких городах, у всех, типа, есть пушки. Вот, реально, почти у каждого, у кого я спрашивал, у них есть пушки. Я спрашивал, зачем, ну, там, ну, ответ очевиден. Так как у каждого есть ствол, всем хочется... Ставьте лайки, пишите комментарии, подпишитесь на канал, ну, и сделайте все вот эти ютуберские штуки за то, что, ну, парни стараются, делают видосы для вас, для нас, для всех. Сиэтле. Продолжение следует...